Всем привет! Сегодня я покажу, как делать настоящее сливочное масло. Итак, для того, чтобы приготовить сливочное масло, я беру 6 литров сливок. Почему я беру это количество? Я пользуюсь вот этой вот маслобойкой, фермер. Например, вот эту вот чашу вмещают в себя именно 6 литров сливок, поэтому используют такое количество. Расскажу про сливки. Я использую сепарированные сливки, но это не принципиально. Если у вас небольшое количество молока, можно их, в принципе, и снимать. Самое главное, они должны быть пастеризованными. Довожу до кипения сливки, выдерживаю некоторое время, обычно это 15-20 минут в горячем состоянии, после чего эти сливки я быстро охлаждаю. То есть я беру кастрюлю, ставлю в холодную воду и интенсивно размешивая охлаждаю сливки. После чего эти сливки я отправляю в холодильник созревать минимум на сутки. Тогда масло правильно взбивается, то есть если сразу же начинать взбивать масло, оно может не получиться. И предлагаю тогда уже приступать к процессу. Мне уже не терпится, буду по мере приготовления вам всё показывать и рассказывать. Давайте начнём. Ну, я уже показала, что я использую маслобойку для того, чтобы взбивать масло. Использую я её, потому что у меня обычно проходит большое количество сливок сразу на приготовление масла. В принципе, если у вас сливок немного, можно пользоваться обычным миксером, или некоторые люди вообще берут, в банки взбивают. Но мне, к сожалению, этот вариант уже не подходит, потому что для меня слишком долго взбивать большое количество сливок с помощью миксера или банок. Поэтому вот, она из себя, в принципе, ничего сложного не представляет. Вот в крышке миксер такой. Здесь просто чаша, куда мы наливаем сливки. Всё это закрывается и взбивается. Я немножечко хочу поругаться на конструкцию этой маслобойки. Может быть, для тех людей будет полезно, кто такой заинтересован. Вот эта часть внутренняя, крышка. Когда мы взбиваем масло, всё летит. На неё мы видим то, что тут всё вот из таких ребер состоит. Это очень сложно моется. То есть, почему бы не сделать, ну, какой-то, я не знаю, кожух защитный, чтобы можно было его аккуратно просто протереть тряпкой. Здесь все винты торчат. В общем, вот это мне не понравилось. В целом, всё остальное меня устраивает в ней. Давайте будем заливать. Я забыла ещё очень важный момент сказать. Вот я сейчас буду уже закрывать нашу ёмкость. В общем, обязательно сливки должны быть охлаждены. Производитель маслобойки советует температуру где-то 12 градусов Цельсия. То есть, они у меня охлаждены до этого состояния. Потому что, если сливки будут тёплые, это многие знают, они взбиваться будут плохо. То есть, обязательно охлаждаем сливки. Запускаем, да? Работать она будет 15 минут приблизительно. Дальше мы посмотрим, что скало с нашими сливками. Если что, дадим отдохнуть немного маслобойки и взобьём ещё. Ну всё, маслобойку мы выключили. Приблизительно у нас на взбивание масла ушло 10 минут. Сливки у меня были созревшие, достаточно густые. Поэтому масло быстро взбилось. Бывает то, что полчаса взбивается масло. У меня по-разному. Вот сейчас я извлекаю вот это вот масляное зерно. Мы видим жидкость, это пахта. Вот, это масляное зерно наше. Это наше будущее масло. Но не совсем. Пользуюсь я шумовкой для того, чтобы лишняя влага сразу не шла у меня в общую тарелку, в общую миску. Теперь мы будем выжимать пахту из масла. Значит, я буду это делать поэтапно, потому что у меня массы много. Я буду просто её класть в отдельную миску. Сейчас. Ну, приблизительно вот такое количество. Ну, вот, таким образом мы видим то, что, когда мы выжимаем, так скажем, масло, у нас выходит жидкость. Именно эта жидкость называется пахта. Её нужно выжать достаточно хорошо, иначе масло будет кислить, портиться. Нам этого не нужно. Оно должно быть у нас однородным. Для пахты я держу отдельную миску. Вот таким образом я сливаю, для того, чтобы дальше масло это не попадало обратно. И вот так вот, очень нудно, энергично, мы, так скажем, взбиваем уже вручную. Я таким образом выжимать привыкла масло. Кто-то выжимает руками, кто-то делает это на разделочной доске. То есть, её немножечко под углом выставляют, чтобы пахта стекала и оставалось масло. То есть, вот так вот раскладывает на мокрой доске. Мне это всё неудобно, и мне не хочется лишний раз контактировать руками с маслом. Поэтому я делаю так. В принципе, это удобно, потому что вот об стенке масло выжимается. Пахта вот так вот сливается в другой угол миски. И получается довольно быстро, и не так всё пачкается вокруг. Нам сейчас нужно добиться однородной консистенции, чтобы у нас перестала выделяться пахта. Тогда именно наше масло можно считать готовым. Я привыкла помещать кусочек масла в ледяную воду, для того, чтобы оно не таяло, не размокало. Дальше оно у меня отправляется на формовку. Я, в принципе, покажу, как формую я масло. Вот. А сейчас мы занимаемся по-прежнему выжиманием вот этой вот пахты. Она вот так вот по чуть-чуть, капельками отходит. Ну всё, первая партия у нас готова. Всё, вот масло уже стало однородным, эластичным. И, как я дальше уже сказала, то, что я буду помещать в ледяную воду вот эту вот массу, для того, чтобы она не таяла, не портилась. Пока я буду делать следующие партии нашего масла постепенно. Поэтому я вот так вот собираю вот этот ком. Мне пришлось надеть перчатки, совсем без рук здесь не обойтись. Я немножечко просто сложу его, для того, чтобы оно меньше занимало места. Вот так оно будет плавать и охлаждаться. Твердеть. Ну всё, у меня получилось 15 шариков масла. Один из них у меня 100 грамм, все остальные по 200. Это количество, напоминаю, у меня получилось из 6 литров сливок. Это 2,5 килограмма. Я считаю результат очень хорошим. Буду показывать, как я формирую. У меня есть вот такая вот формочка. Это была мыльница. Я её купила в магазине, потому что мне понравилась форма. Я беру каждый шарик. Я его чуть-чуть промакиваю одноразовыми бумажными полотенцами, чтобы лишняя влага не попала у нас в пакетик. Беру одноразовые пакеты. Таким вот образом захватываю. Значит, шарик я положила в пакет и вложила в формочку. Вот таким образом я аккуратненько выравниваю. Вот таким образом у нас получается привычная форма масла. Очень удобно резать. Вот таким образом выглядит масло. Никакой пыли туда не попадает, потому что я сразу же его завязываю и убираю на хранение. Меня многие, наверное, будут спрашивать, почему я масло интенсивно не промываю водой. Это не просто так. Я методом проб своих личных выявила то, что чем меньше промываешь масло, тем оно вкуснее получается. То есть тем, что мы его промываем, мы теряем вкус, аромат и такой ореховый привкус, который как раз-таки получается, когда мы выдерживаем некоторое время горячими сливками, которые мы доводили до кипения. Ну вот и приготовили мы наше масло. Я хочу напомнить то, что у нас получилось 2,5 килограмма из 6 литров сливок. Я результатом довольна, то есть такой результат был не всегда. Такие вот красавцы у нас слиточки золотые. Надеюсь, видео понравилось вам. Пишите комментарии, пишите свои замечания, пишите вопросы. Я очень рада буду обратной связи. Так что всем спасибо за просмотр. Пока. Всех люблю, всех целую.